Это проект «Модельный ряд». Мы наблюдаем за тем, как 10 девушек, совместно проживая в отеле, осваивают профессию модели. Партнерами последней фотосессии участниц стали породистые лошади. Кто выглядел в кадре более выигрышно, это предстоит обсудить на утренней планерке. Доброе утро! Давайте в ванну, насыпать в ванну. Юлия, Яна, выходим. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. А ты в правую сейчас. Ну, уже в левую. Так, теперь поработаем плечиком. Давай. И вверх, вниз. Вверх, детский садик. Вверх, вниз. Теперь по одному плечику. Ого! Ого! Да! За лягушечки. За лягушечки. А теперь по троечкам. И раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Сейчас делаем рюковые движения. Очень быстро и очень мелкие движения. Назад. Быстро, быстро, быстро. Животы тягиваем. Животы тягиваем. Я буду сегодня звездой. Попой назад, руками тянемся вперед. Протягиваем позвоночник. Ноги прямые. Кристин, пятки вместе сделай. На пятки. Ага. Эти самые носочки уже ставь. Ага. Вот, видишь? Вот так. Малетный клаппер. Белый клаппер. Оба себя наверх поднимаю. Ура! Давайте друг друга по хлопаю. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Сегодня у нас все как обычно. Сначала разбор полетов, обсуждение вчерашней фотосессии. Значит, Даша. Даша молодец. Жюри ее хвалило. Она очень гармонично сработала с лошадью. Лошадь и девочка совершенно негармоничны. Смотрите, убрать лошадь и получится открытка годов 50-х. Юля у нас хороша. Юля молодец. Саша тоже неплохо сработала. Но, на мой взгляд, был не очень удачный наряд, который подчеркивал некоторые твои недостатки. Катя, по-моему, не сыграла. Она ушла опять в какую-то пошлость. Лену, как всегда, вытянул макияж. Кристина ругали за чрезмерный страх. Кристина бейзик, ага. Как обычно. Застряла в одном образе. Ну, Алина уже лучше работает губами. Уже, да, появилось что-то третье, кроме позитива и грусти вселенской. Соня, знаете, вариант из тех, кто, как бы, как она ни встала, будет красиво. Определение симпатий, а главное антипатий, с каждым днем для девушек становится все более осознанным. Имеют место и заговоры, и математические просчеты. Учитывая то, что антипатия может лишиться половины заработанных на фотосессии баллов, девушки стараются выбить из колеи успешных конкуренток. Уже какое-то время прошло, есть оценки, есть какие-то лидеры. Как вы думаете, у кого-то уже есть корона, там возникло что-то такое? Нам кажется, что Юля уже в короне. Да. А почему и нет? Ну, как бы, комплексы мои уходят. Я себя по-другому начинаю вести, я соглашусь с этим. Так, Юльич, о твоей симпатии и антипатии? Антипатии у меня будет Кристина Рыжая. Я могу даже объяснить, почему. Потому что я вчера случайно увидела список, против кого она хочет голосовать за весь проект. Вау! То есть, все ходы записаны наперед? Увидела я там себя. Каких ряда приснились? Ну, я была в последнем списке, а я не смотрела. Ну, я себя увидела, так, ладно, буду знать. Кристина Рыжая у нас. Симпатия будет Соня. Кристина Рыжая, со списком. Немножко перековеткать, перевернуть. А значит, не надо зашифровать. Издание второе, исправленное и дополненное. У Сантипатии на сегодняшний день будет, конечно же, Юлия Киселева. И последние станут первыми. И мисс Симпатия на сегодняшний день у меня будет Екатерина Фомина. Кристина. Мисс Симпатия Юлия Киселева. Поддержу, поддержу. Ну, что вы. Так мне фотографии очень понравились. Я прям по-другому посмотрела. И антипатия Дарья. Даша. Мисс Антипатия Кристина. Мисс Симпатия Безик. Она меня вчера так хорошо поддержала. Она вас смешила, когда я сгрустнула после фотосессии. Мисс Антипатия Алина. Ага. Симпатия. Безика. Так, я сейчас буду очень оригинально. Я голосую Мисс Антипатия против Сонечки. Ну, Симпатию я, наверное, проголосую за Юлию Киселеву. Так как у нее, правда, очень хорошая фотография. Антипатия Кати. Я буду голосовать против нее до тех пор, пока она не перестанет долго мыться в душе. Это проблема каждый день просто. По несколько раз. А симпатия Елена Меншикова. Ну, симпатию я свою отдам Кристиночке. Так как мы с ней дружим. Конечно. Рырик. Рырик. И антипатию, наверное, отдам Юлике Силеву. Антипатия. Антипатия у меня будет Кристина Рыжая. Потому что, когда вчера у Лены была фотосессия, я ей помогала. Я на себе такой взгляд поймала, Зоя, что мне это очень понравилось. Симпатия Лену. Я симпатия. Лена. Лена. Я Мисс Симпатия на сегодняшний день будет Саша. Она мне вчера, правда, поддержала. Да. Мисс Симпатия будет Катя. Я пока не изменю своего мнения. Катя. Сеть салонов оптики, очки и мода. Коллекции солнцезащитных очков. Весна-лето 2011. Шанель, Гортье, Рэй Бен, Том Форд, Кавали, Версачи и другие всемирно известные бренды. Очки и мода. Ленина 52, Васенко 4, ТРК Куба. Отель «Смолина Парк». И путешествие, и деловой визит станут для вас максимально комфортными и приятными. Сеть салонов оптики, очки и мода. Солнцезащитные очки и медицинские оправы всемирно известных брендов. Услуги офтальмолога, детский врач. Очки и мода. Ленина 52, ТРК Куба, Васенко 4. Отель «Смолина Парк». И путешествие, и деловой визит станут для вас максимально комфортными и приятными. Далеко не все модели, даже с удачно сложившейся карьерой, получают возможность стать лицом с обложки модного журнала. У участниц проекта «Модельный ряд» такой шанс появился. Сможем ресницы сделать белые, как будто бы они за индивели. Губы мы, наверное, сделаем какие-то нежно-розовые. Можно даже, когда от холода, немножко покусывают. Здесь внутри красное, да? Ааа, такие теплые. Я баварская снежная канала. Баварская? Тогда тебе сосисочки надо сейчас принести, а? Баварская. Норвежская тогда уж? Норвежская. Тематика одна, да. Это образ таких норвежских принцесс, эльфов. Холодный макияж. О! О! Снимать надо с комфортом. Ада послал. Да, вот. Конечно, стало очень мягче. Давай еще без этого. Тут левый обратно. Нет, нет, нет. Безумный макияж в стиле Жанны Агузаровой. Замерзший причем, такой конкретно, где-то в мороз минус 50. Было некомфортно, потому что я смыла уже немножечко свой макияж. До этого он у меня был еще более такой белый. У меня глаз было, такое ощущение, что вообще они отсутствуют просто на моем лице. И вот мне было от этого некомфортно, потому что я знаю, что глаза это как бы, ну, это все-таки моя такая фишечка небольшая. А тут ее просто нет. Их просто нет. И думаю, ну и что, и как я смогу. Ну, не как обычно точно, потому что серьезная работа. То есть мы гораздо дольше перед камерой находились, чем в обычные дни. То есть довольно-таки серьезная. Ну, я, наверное, не справилась. Ну, потому что я не знала, что не делать. Тебе было сложно, тебе было непонятно. Расскажи. Мне было непонятно. Ну, мне надо было глаза такие страшные делать. Я не могла. Так, я не курю, если что. Это ради дела. После съемок мы отправились в «Улный свет». Там же с нами немножко позанимался Петров. То есть он показал, как играть на оркестр. Вот в этих вот инструментах, барабаны там, где делают штучки всякие. Не помню, как называется. Вот ножки мы ставим правые вот на эту педальку, а левые на эту педальку. Они, значит, у нас работают вот так, а это работает вот так, да? Ну, там есть куча разных приемов. Это, значит, соответственно, работает вот так. А это работает в основном вот так вот. Ну, и всякие. Все понравилось, особенно мне понравилось вот пробовать играть на барабане. Конечно, это у меня не очень получилось. Но все-таки это интересно. Первый раз села за барабан. Вообще тоже просто прям понравилось, так скажем. Вдохновила прям. Ногой. 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 Ногой раз. Ногой один раз все сделать. Сегодня попробовали себя вроде барабанщить. А можно по всему? Можно. Давай. У меня все хорошо получилось, но все-таки интересно это было. Ну, мне вообще понравилось на барабанах играть. Вообще легко. Наоборот, руки сделай. Во-во. Зажми ее, зажми ногой. Соня, да, зажми прям посильнее. Вот, видишь? Вот самая талантливая. Как я так сделала, да? Вот так вот она молодец. Не понимаю, что вы там куролесили. Нормально. Самая талантливая. Где Соня? Вот она. Вот. Она сразу раз взяла и сыграла вот эту. А на этом самом вот бите основывается вся вот электронная музыка, в принципе, вообще. Теперьшняя. Так вот. Такая штука. Ну, вновь на шумку берем. Стала хорошая традиция. Ксения Преображенская, фотография Татьяна Альбаконова, главный редактор журнала «Сторник». Я Наталья Андреевна. Сегодня мы вам узнаем обложку журнала «Сторник». Задача какая была? У девочек был мини-кастинг в одном образе, примерно в одном. Показать себя. Кто справился? Восемь. Восемь баллов. В тех тянуло, да. Как Бурлакина в огне. Да, да. Я в шесть поставила ее. Кристине пять. Мне понравилось. Итак, хотя бы Кате Фоминат. Надо сказать спасибо визажисту, потому что визажист ее реально довел. Она отработала. На мой взгляд, отработала. Шесть баллов. Мне очень понравилось. Я ей поставлю девять. Результат есть, да? Но чего это стоит? Взгляд очень хороший здесь. И вот этот подмерзший иней дает такой холодок. В общем, я ей верю. Да, я тоже ей верю. Она в процессе. Я от нее больше его ждала уже, да? Но видно было ей действительно вот некомфортно и все напрягало. Даша Сарана. Мне кажется, что она ушла в обычный каталог одежды. И мы очень мало нашли ракурсов удачных. Мой балл будет три. А ее работа не будет. Обычная классическая обложка. Вот здесь, в моем понимании. Вот в этот образ я бы ее не взяла. Лена. Вот в принципе получилось-то хорошо. Работала вроде как модель, но она застряла в своем образе фэшн-каталога. И получилось просто, безумно просто. То есть такая обложка очень посредственна, на мой взгляд. Это фэшн-стори. Это внутри журнала фото-проект. Но никак не обложка, да? Какой-то, да, но не обложка. Я тоже больше сегодня от нее ждала. Вот Кристина меня сегодня порадовала. Я видела, как она работает. Она работала реально в одной позе, которую ей предложила Ксюша. Она была последней, это было реально тяжело для нее. У меня чувства жалости нет. Это бы на обложку я лично не поставила бы. По Соне. Не получилось ничего. Мне ничего не понравилось. Но у нее сегодня... А можно я вот так вот подпрыгну и вот так? Пошли вот эти попытки. А можно я что-то сделаю? Я оценила вот эту попытку. Она единственная, кто реально что-то предложил. И не постеснялся этого, не побоялся этого. Я расстроилась, потому что мы не нашли ни одного удачного снимка. Она до сих пор не нашла свое лицо. Гламур. Здесь удачная прическа. Здесь очень классный макияж. Взгляд, серьги, работа стилиста. Это дорогой гламур, дорогого глянцевого журнала. Но в образе. В образе абсолютно. То есть выполнены все условия. И даже, я бы сказала, перевыполнена программа. Поэтому от меня 10 баллов. Нет, я и 9. 9. Да. Так получается, в принципе, лидером все-таки стала Юлия. Юлия и второе место занимает у нас Кристина. Премьерный выпуск журнала «Стольник Челябинск». Читайте и будьте в тренде. Модельное агентство «Вижн» приглашает в школу моделей и на профессиональные мастер-классы. Телефон 248-79-00. Нам доверяют уже более 100 лет. Менялась мода. Сменяли друг друга поколения людей. Но всегда оставалось постоянно высоким ваше доверие к нашему магазину. Молодежная мода. Торговый стиль проверенной столетии. Кафе «Дикая вишня» Нацвилинга 40 Кафе «Дикая вишня» А во сколько ты встаёшь? Рано? Ну что, давай, мальчика, спут. Да, да, спасибо большое. Я тебя люблю. Сколько ночи? Да, повесили куда? Да, это помнил. Оба эти песни несколько занятий проводили. По хореографии. Мне кажется, я поправляюсь. На весы бы и вставать. Я привыкну обруч крутить. А его здесь нет. Не знаю, теперь пресс качать как-то не особо. Нараторий, стораторий. Сейчас я одну песенку прослушаю. Что это такое. Соби маски классные. Я в них влюбаюсь вообще моментально. Мне очень нравится. И сны такие позитивные. Такое ощущение, что это розовый добрый такой цвет внешний. Внушает нам добрые сны. Все, попробуй, если не поможет. Не, на самом деле. Так ты настройся на добрые сны и на хороший здоровый сон. А все, когда после этой песенки тебе точно обеспечим. Красивый сон с хэппи-эндом. Очень интересно, что происходит. Она постоянно орет. Бубка там сидит. Меня поймали. Меня поймали с поличным просто. А Кристина попросила на будильник поставить Justify Stacks. Так что... Заказ, заказ принимаю. Это смех или это патруже плач? Притекает. Модиа. Если там такая мода, то я пытаюсь идти. Следовать моде. В основном по журналам ориентируюсь. Но иногда бывает, выбиваюсь просто из колеи. Одеваю то, что хочу. Вот сама и все. А потом, знаешь, бывает такое совпадение, что я вот одеваю. Допустим, вот эта вещь, которая еще даже вообще никак и нигде. Спустя какое-то время я обращаю внимание, что... Такое ощущение, что я прослась в этой одежде, да? И потом, спустя какое-то время, эта одежда в моду входит. Что ее носят? Может быть, просто совпадение такое? Или что? Я без понятия. Как будто там законодатель моды. Прикольно было бы. Когда была первый раз в месяц и пасе, я ноготь под курицей сломала. От переживаний, представляешь? Да, теперь пожалела. Теперь она у меня растет еле-еле. Сон-то, мой, давай, отроси уже. Тебе другие накоточки зажидались. Спасибо, дорогой. Вот эта замечательная песенка. Че, все нахрапит? Неправда. Она еще во сне разговаривает. Интересно, она лунатик? Да, мне сразу так было интересно в первую ночь. Мне было интересно, лунатики здесь есть, нет? Я спала все время в белой ночнушке. Мне мама рассказывала. Я, она, короче, слышит, в дверь кто-то стучится ночью. Идет туда, и там маленькая такое, в белом стоит, с длинными волосами, темными. Она вообще испугалась. Потом только поняла, что это я там лунатила. Стучала в дверь. О, Господи. Мне кажется, если бы я была лунатиком, я бы с ней до Копейска дошла. Короче, я ночью пошла в туалет, она улыбала, приняла полную камеру. И с туалета улыбала, вот выходит, ну, и у нее глаза полную закраданы на камеру. Прикинь. И потом она еще, короче, к вожатым пришла такая, девчонки, девчонки, вот так. Она нас разыграла, Падзи. Ай, Соня. А-а-а-а. Ты меня почему? Слушай, ладно, ну. Что, водой забил? Все мокрое теперь. А-а-а-а. Это смешно. Не лопай мне ноутбук. А-а-а-а-а. А-а-а-а. У меня... Соня! Простите. А-а-а. Ну что я теперь сделала? Ну и здесь. Так он не снимался ведь. Че там? Ну Соня, ну ты посмотри. Юля, ну не снимай меня сейчас, а! Я здесь специально. Все, феном никак? Подожди, подожди. Давай, ну слушай, с телефона не закажешь. У меня два, давай феном попробуй. Ну что хуже было? Неохота мне в это впутываться. Просто неприятно вообще это все. Потому что, видишь, мне неохота в это впутываться. Я и так человек, да, кипишу из-за каждой мелочи. Как это мой? А что там делать? А как у меня там котенок? Вот из-за этого мне нервяков хватает. Ой, он не позвонил, сижу, короче. Вот так вот все. И еще вот эти вот внутри видам. Что там все вообще? Обострили, да. Может, если раньше мы когда... Ну, там каждый сам себе говорил. Как-то так тихо, спокойно. А тут, получается, еще и комментируется это все. Точно. Они этого добились. А как будет следующий вообще сезон проходить, интересно. Мне кажется, там не будет все так выходить. Мне кажется, там будет все жестче. Там будет, наверное, и... У тебя пляпы. Либо будут на кастинге прямо спрашивать. А готовы ли вы подраться? Или там, не знаю, чем-нибудь. Да, уже несколько вопросов будут такие готовить, да. Типа, а вот у вас такая ситуация поступить. Потому что на нас они посмотрят, да, что может быть. Что может произойти. И от этого уже будут отталкиваться. Не включайте! Что? 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 Ноутбук не включайте только! Пожалуйста! Нет. Откруй. Что? Дайте я зайду. Ноутбук не включайте только. Что? Вырубай его! Сорона! Сорона! Поворачивайся. Будем тебя отталкивать. Сорона! Что? Что там было? Кто меня толкнул? Ты мне легла ногой? Сорона, мне страшно. Сорона, лег со мной! Я не легла тебе. А что там было? Просто случайно получилось, что ты прилила водичку. На меня и на компьютер. Да ты вот так на поезде делала. Ты хочешь сказать, что я длинновата? Я длинновата. Ну и расслабься, ничего страшного, бывает всякое. Сорона! 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 Мне страшно, Сорона. Соронечка, всем будет хорошо. Сорона! Сорона! Сушит его, что ли? Ты, главное, спрячься и дальше никому не отпоказывайся. Будь тут. Будь тут? Да, мне страшно. Если кто-то что-то будет говорить, я за тебя суперсю. А что случилось? Она ревёт? Блин. А это ты, что ли? Они хотят красивой жизни. Модели. У них совсем другие мысли. Модели. Они хотят, чтобы все вокруг смотрели на них. Очень хотели их, одели в золото их. Они хотят красивой жизни. Модели. У них совсем другие мысли. Модели. Антипатия Соня. Не всё ей сойдёт с рук из-за того, что она маленького возраста. Красивая девочка, как с таблошки сидит. Ножка на ножки смотрит. Даша ещё причастна была. Чё-то три версии слышали. Перспективная шва, но тут другое дело. Я выхожу на сцену. Я зарабатываю рэпом свой авторитет. И она покупается на это. Хватает меня за воротник и тащит в туалет. Это нормально? Не. Вы не поверите, я был расстроен. Крах моих планов сравним с падением трое. Как же долгие свидания. Ещё полчаса назад богиня. А сейчас какая-то Таня. Шарм исчез. Пропало всякое желание. Рассказы о модной одежде. Ну и что, ты повёлся? Нет, ну. Хе-хе-хе. Я ноль, внимание!